Здравствуйте! С вами работает Ломонос Петр. Сегодня мы с вами поговорим о том, чем подкармливать рассаду помидора. Потому что культура любимая нашими огородниками, выращивается на многих высадных участках, на дашних участках, она растет. И вот как бы ко мне обращаются часто с вопросами, рассада растет слабо, вот чем его подкормить, чтобы она была очень хорошая. Ну, во-первых, давайте разберем ошибки, которые иногда допускают по неопытности наши дашники, вашеводы. Значит, самое первое, что необходимо помнить, что уже доказано, что примерно 90% растений до фазы первого и второго настоящего листа растут за счет тех запасов, которые были заложены в семени. Поэтому, следовательно, если у вас не столько появились сходы помидор, никакой подкормки они не нуждаются, они еще не могут усвоить эту подкормку. Это только напрасная трата и времени, и, конечно, тех средств, которые вы вносите под эти помидоры. До первой и второй фазы, то есть до времени пикировки, никакие культуры, даже помидоры, те же перцы, баклажаны мы не подкармливаем. Они растут самостоятельно. Вот после того, как пошла пикировка, считается, что через две недели растения начинают усваивать. Так что тоже не торопитесь, потому что часто в роликах видно, как не успевают распикировать эту рассаду, сразу начинают лить различные удобрения и корнеобразователи в почву. Но растения так быстро не могут упитывать корневые волоски, и что они появились на корневой системе. И они еще не могут усваивать, поэтому это все, как бы, уходит туда транзитом, промывает сюда на дно ящика. По-честному, конечно, будет использовано, но в начальный период это не используется. Далее, значит, следующая ошибка. Распикировали, и у нас хочется многим нашим огородникам, чтобы рассада была хорошая, темно-зеленая. А вот это очень большая ошибка. Если рассада темно-зеленая такая, она перокормленная. И перокормлена она, темно-зеленой цвет свидетельствует о перокормке азотом. Раз она перокормлена азотом, значит, что будет негативное явление от этой перокормки. Значит, ваши помидоры будут буйно расти, будут поздно закладывать соответствия и, соответственно, позже давать плоды. И хорошего урожая от такой рассады вы уже не получите. Все помидоры необходимо при вырожживании рассады содержать, как бы на скудном пайке. Потому что скудный пайок, даже рассада вот такая хабы, она зелененькая, но она будет обеспечивать хороший ранний урожай. Смотрите, вот по этой рассаде, что можно есть, как бы у нас рассада повидора родного сорта и род сорта. Что по внешнему виду можно определить, чего необходимо. Ну, в этой рассаде, она ведь окронастая, она толстенькая. Поэтому этой рассаде можно дать больше азота, а меньше фосфорикалия. Если же у нас рассада такая вот вытянутая, значит, тоже азота еще меньше, а фосфорикалия больше. Чем можно подкормить? Чем можно улучшить положение рассады, и чтобы она была и более здоровая, и более такая жизненная, не такая как бы тонкая и хрупкая? Значит, для этого есть масса различных средств. В любом магазине вы купите удобрения. Вот придано целая линейка удобрений кристаллон. Очень замечательное удобрение, потому что достаточно добавить одну столовую ложку сверху на 10 литров воды или половина чайной ложечки на 1 литр воды, подкормить рассаду. Рассада очень быстро, через недельку вся уже преображается моментально. Можно использовать органоминеральные удобрения. Их тоже сейчас большой выбор. Есть удобрения и жидком виде, в таких вот баночках, бутылочках. Главное обращайте, чтобы в зависимости от того, как ваша рассада развивается, если она высокая, значит азота надо меньше, а фосфорикалия больше. Если она очень слабенькая, маленькая, значит ей надо больше азота. Поэтому, соответственно, выбирайте состав подкормки для вашей рассады. Но дальше, если вы сторонник экологического земледелия, значит у вас еще проще делается. Раз вы соблюдаете экологию, значит у вас есть компостная куча, а на компостной куче есть пирогной. Берем пол-литровая банка пирогноя на 10 литров воды, заливаем теплой водой, через три часа раствор готов. Все помешали, все вершества растворились более равномерно в воде и после этого вы смело поливаете свою рассаду. Такой полив делается один раз в 7-10 дней. Ну и вообще, учтите и запоминайте, как это вам угодно, что все помидоры после пикироки подкармливают не более двух раз. Более частые подкормки, я уже сказал, чем они будут грозить в дальнейшем. Два раза подкормили и ваши помидоры будут развиваться хорошо и дадут ранний своевременный урожай. Единственное, что потом есть где-то, хоть где-то есть нюансы, мы уже будем их регулировать температурными условиями, то есть понижать температуру, повышать температуру, вот или где-то делать сквозняки в чаплице, проветривание, это уже такие, или в комнате тоже самое открываем форточку. Вот уже такими факторами мы дальнейшем будем регулировать рост рассады. Если вы учтете то, что вам рассказал, эти небольшие такие моментики, вы будете иметь хороший урожай помидор и ваши помидоры будут к тому же устойчивы к болезням. Не забывайте только, что все подкормки, какие бы вы ни делали для рассады, лучше делать в теплой воде. Температура воды должна быть на 3-5 градусов выше всех условий, которых вы поливаете. Ну конечно, тут кто-то может задать вопрос, что теплится температура 40 градусов. Нет, если температура 40 градусов, значит поливочная вода должна быть градусов 25-28. Выше не надо. 45 градусов делать не надо. Так что хороших вам урожая. Смотрите на наш YouTube канал, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. До новых встреч!